В эфире неделя города. Итоговый информационный выпуск. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Платить налоги станем меньше. Снижены ставки для отдельных групп налогоплательщиков. Не спеши жениться, легко ошибиться. В Рязанской области в 4 дня не будут работать отделы ЗАГС. Получить права станет сложнее. Изменены правила сдачи экзаменов для начинающих водителей. Год назад россияне в последний раз перевели стрелки на часах. С тех пор мы живем по законам зимнего времени. Споров на эту тему было предостаточно. Совы и жаворонки никак не могли договориться. Что лучше, вставать затемно или ложиться засветло? Отразился ли каким-то образом состояние здоровья отказ от перехода на летнее время, узнала наша съемочная группа. Судя по результатам нашего опроса, временные перемены горожане пережили спокойно и позитивно. Подавляющее большинство респондентов признают, что перестали чувствовать психологический и физический дискомфорт, который возникал при каждом переводе стрелок. Как вам по зимнему времени живется? Отлично. А вот то, что утром темно, вечером темно, не напрягает? Замечательно, нет. Не жалейте, что часы больше не приводят? Нет. Нет. А то, что рано темнеет, поздно темнеет, что все время темно, никак не? Я жаворонок. Я рано ложусь и рано просыпаюсь. Нет. А то, что рано темно, поздно темно? Нормально. Утром зато светло встаешь, бодренько. По зимнему времени жить вас как-то не напрягает? Нет. Нет. То, что часы больше не приводят, не расстраивает? Нет. А то, что утром темно, вечером темно, тоже? Нет. Мне наоборот как-то непривычно. Раньше как-то переводили, а сейчас неудобно немножко. Рано встаешь, сразу включаешь свет, глаза прямо. Да, и темно. И потом в темноте нужно идти. То есть то, что темно, чувствуется, да? Да. Класс. Нет, даже радует. А вот то, что утром темно, вечером темно рано? А все равно то же самое получается. Что я утром стою, светло, и ложусь вечером темно. Наверное, это устраивает меня это лучше. Подтверждают это мнение эксперты, постоянно напоминавшие ранее о вредности летнего времени и регулярного перевода часов. По официальным данным медиков, переход на летнее время негативно сказывался на нервной и иммунной системах россиян. Есть и данные об увеличении случаев вызова в скорой помощи, о росте смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, травматизма и ДТП. Получить водительские права теперь станет сложнее. Экзамены будут принимать по новым правилам. Соответствующий приказ утвердило Министерство внутренних дел. О том, что поменяется, расскажет Наталья Новикова. Сейчас при сдаче теории кандидат на получение водительских прав может допустить две ошибки в 20 вопросах. Новые правила предусматривают, что после каждой ошибки нужно будет ответить еще на пять вопросов того же тематического блока. В связи с нашей аварийностью, допустим, так вот для себя вчера посмотрел, за 27 число на 8 вечера статистика была такая, что у нас по России, на дорогах России, 470 ДТП. Из них 570 человек пострадало, пострадало 570, 51 человек погиб. Из погибших трое детей. Так что я думаю, что нужно ужесточать. Как говорится, тяжелое учение, легко бою. На автодроме для получения прав категории «Б» начинающий водитель должен будет сделать пять упражнений вместо нынешних трех. Среди новых упражнений будут остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров и парковка задним ходом и выезд с парковочного места. Я думаю, что да, необходимо, потому что на дорогах очень много ДТП, очень много водителей неопытных, поэтому я думаю, что это правильно. Ужесточится и бальная система во время сдачи экзамена в городе. За каждую ошибку экзаменуемый будет получать 5, 3 или 1 балл в зависимости от типа нарушения – грубое, среднее или мелкое. К примеру, если водитель забудет пристегнуть ремень, ему начислят 3 балла. Если двигатель заглопнет при старте с места – 1 балл. Экзамен будет считаться не сданным, если экзаменуемый наберет 5 таких штрафных баллов. В режиме жесткой экономии необходимо максимально сохранить социальную поддержку населения Рязанской области. Такое заявление губернатор Олег Ковалев сделал 27 октября на заседании регионального правительства. По словам главы региона, бюджет 2016 года будет одним из самых сложных за последние несколько лет. В связи с этим уже сейчас следует принять режим жесткой экономии по тем направлениям, которые не являются жизненно определяющими для населения Рязанской области. Мы в 2016 году уже планируем, судя по тем справкам, которые Минфин мне дает, мы планируем увеличение более чем на 280 миллионов рублей средств, направленных из регионального бюджета на поддержку ветеранов труда, дружеников тыла, реабилитированных, выплату пособий на детей, и субсидий сельским специалистам обеспечения лекарственных средств. Потому что сегодня в условиях жесткого режима экономии вот эти направления являются определяющими. Налог на имущество организации пересчитают. Как известно, для его определения теперь используется кадастровая стоимость объектов недвижимости. В среду на заседании Рязанской областной думы депутаты приняли изменение в законопроект, который предполагает снижение ставок для отдельных групп налогоплательщиков. Начиная со следующего года, налог на имущество для владельцев административно-деловых и торговых центров, объектов общественного питания и бытового обслуживания и ряда других будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости объектов. Первоначально в области были установлены налоговые ставки, рекомендованные на федеральном уровне. Это 2% для работающих на общей системе налогообложения и 1% для использующих упрощенную систему или налог на вмененный доход. Сегодня в условиях кризиса для снижения налоговой нагрузки на бизнес решено ставки пересмотреть. Для применяющих общую систему налогообложения их снизили до 1,5%. Для предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, до 0,3%. Это очень серьезный шаг навстречу. Я знаю, что будут выпадающие доходы у бюджета, но, несмотря на это, пошли на это и правительство, и Дума, приняв вот такую антикризисную меру для того, чтобы сохранить рабочие места и чтобы предприятия смогли развиваться, удержать эти инвестиционную деятельность вести. Также депутаты внесли изменения в бюджет текущего года. Как сообщила глава регионального Минфина Марина Наумова, доходные и расходные части увеличиваются на 895 миллионов рублей, поступающих из федерального бюджета. Дополнительные средства направятся в сферу здравоохранения, социальной защиты населения, а также на ряд других расходов. В сфере агропромышленного комплекса средства за счет федерального бюджета увеличиваются на сумму 106 миллионов 892,8 тысяч рублей. Это субсидии в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий, которые направляются в регион на строительство дорог к общественно значимым объектам. Также депутаты Рязанской областной думы определились со стоимостью патента на работу для трудовых мигрантов. Она регулируется специальным региональным коэффициентом, который отражает ситуацию на рынке труда. Иными словами, уравнивает возможности трудоустройства для иностранных граждан и жителей области. Теперь за патент в 2016 году нужно будет оплачивать ориентировочно 3 325 рублей в месяц. По сравнению с годом текущим, стоимость патента возрастет чуть более, чем на 500 рублей. Мы заинтересованы в том, чтобы все участники рынка труда в Рязанской области находились в равных условиях. Это и граждане Российской Федерации, и иностранные граждане, которые работают по патентной системе. Поэтому принятие данного закона носит скорее технический характер, который учитывает объективные экономические реалии. Также на сегодняшнем заседании депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Елены Митиной. Она теперь представляет наш регион в Государственной Думе. Кто займет ее место в Думе областной, решится в ближайшее время. Миллионы россиян ежегодно болеют гриппом и острыми вирусными инфекциями. По прогнозам врачей, сезонный подъем заболеваемости в регионе ожидается в январе. Специалисты предупреждают, своевременная вакцинация сможет сдержать натиск вирусов. Некоторые к такому заболеванию, как грипп, относятся несерьезно. Но этот вирус может привести к тяжелым осложнениям, а иногда даже и смерти. Лучшей защитой от гриппа на сегодняшний день считается ежегодная вакцинация. Вакцинация от гриппа проводится ежегодно. И население иммунизируется в рамках национального календаря прививок. Вакцина выделяется государством. То есть прививку определенные контингенты, которые входят в календарь нацпрививок, могут сделать бесплатно. Это дети до 14 лет и школьники. То есть дети дошкольных учреждений прививаются. Дети, которые неорганизованы в возрасте до 6 месяцев, тоже показаны им прививкой. Беременные женщины, работники школ, медицинских организаций, сферы обслуживания. И лица старше 60 лет с хроническими соматическими заболеваниями. Учеными доказано, что вакцинация действительно дает положительные результаты. И, как считают специалисты, сейчас самое благоприятное время для этой прививки. Иммунизация идет активно. По области, в прошлый год охват населения, входящего в рамки национального календаря, плюс 10 тысяч было привито за счет средств работы дателей, составил почти 29%. 28,8%. То есть мы выходили практически на уровень показателей Российской Федерации. Это было привито 310 тысяч человек. Включая 100 тысяч детей вошло в эту цифру. В этом году чуть больше был взят план. Сейчас планируется привить в этом сезоне 325 тысяч человек. Из них 109 тысяч детей, тысячу беременных женщин. Иммунизация идет активно. Дети практически привиты полностью. Вот эти 109 тысяч, которые были запланированы на иммунизацию. План выполнен. Прививку рекомендуется делать, когда человек здоров. Конечно, вакцина, как и у любого медицинского препарата, есть противопоказания. Но их немного. Вакцина Гриппол, то там идет противопоказание аллергии к яичному белку, если у человека не приносим с яичного белка. Любое же острое заболевание, которое сопровождается подъемом температуры, респираторными явлениями, также будет являться временным медотводом от проведения прививки. И хронические заболевания в фазе обострения также являются временным противопоказанием для проведения вакцинации. То есть нужно будет выдержать 2-3 недели. Наш опрос показал, что большинство жителей нашего города относятся положительно к прививке против гриппа и понимают ее важность. Прививки, я их не люблю, но их делать надо. Они для здоровья полезны. Помогает бороться с простудными заболеваниями, я так понимаю. Это надо прививать, во-первых, детей, обезопасить их от всех заболеваний. Я считаю, что родители должны, это их обязанность, защитить детей от гриппа. Надеюсь, что она все-таки защищает каким-то образом. Профилактику, я думаю, и в дальнейшем будут защищать нас от простуд, от всяческих. Я думаю, это нужно. Конечно, важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, принимать витамины. Занятия спортом тоже укрепят здоровье. А вот места массового скопления людей лучше избегать. А если все-таки заболели, не стоит идти на работу. Сначала нужно полностью поправиться. День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторический День народного единства связан с далекими событиями начала 17 века, когда в 1612 году Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов. Что ждет рязанцев в ближайшую среду? План мероприятия озвучили в администрации города. Торжественное мероприятие в Рязани 4 ноября откроются зеленые акции. Накануне Дня народного единства в каждом районе города будет высажено по еле. Это четырехметровые ели. Родом они из Перми. Доращивались подмосковные питомники. И третьего числа в марафон мы будем сажать эти ели. Так как приедут они из Московской области. Ком земли составляет 100 килограммов. Сажать будем с помощью подъемников, потому что они уже большие взрослые ели. Ну, дерево дружбы. Основные гуляния пройдут в Рязани в день праздника. Откроются они в 8.30 молебном и литургии в Казанском монастыре. Затем горожан приглашают на улицу Почтовую, где с 13 часов начнут работать 12 интерактивных площадок. Мы учли все интересы и активность наших граждан. Мы провели круглый стол. Мы провели интернет-голосование на портале, на сайте Управления культуры, где поступило очень много заявок от участников, от желающих принять участие в нашем празднике. И, скажем так, в этом году мы сделали наш праздник доступнее. Организаторы позиционируют гуляния на Почтовой как семейный праздник. Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе. На центральной сцене выступят творческие коллективы. В областной детской библиотеке для юных гостей праздника будет работать кинозона. Рядом фотовыставка лица города. Горожан ждут музыкальный калейдоскоп, акции по взвешиванию, а также массовая зарядка, которую проведут тренеры фитнес-центров. В случае хорошей погоды конкурс рисунков на асфальте обещают провести на улице. В случае, если ветер и дождь возьмут свое, организовать мобильные мольберты прямо на Почтовой. Финальным аккордом торжеств станет танцевальный флешмоб, который объединит всех участников праздника. Если в ближайшие дни вы планировали подать заявление на регистрацию брака, то с этим придется повременить. Территориальные отделы ЗАГС Рязанской области с 1 по 4 ноября осуществлять прием граждан не будут. Оксана Тебенихина подробнее. Государственный праздник в честь Дня народного единства в этом году выпадает на середину недели. Некоторых граждан, трудящихся в учреждениях, которых в этот день будет выходной, такие торжества немного выбивают из привычной колеи. Ведь так повелось, что все работающие люди откладывают личные дела на выходные дни. Потому сообщаем заранее. Подать, к примеру, заявление в ЗАГС в эти праздничные дни рязанцам не удастся. Территориальным отделом ЗАГС Рязанской области установлен режим работы со вторника по субботу. В воскресенье и понедельник – выходные дни. То есть 1 и 2 ноября – это ближайшие выходные. 4 ноября – это общероссийский нерабочий праздничный день. В прошлом году было принято решение в целях рационального использования рабочего времени перенести нерабочий день с 24 февраля на 3 ноября. Территориальный отдел ЗАГС номер 5, который осуществляет государственную регистрацию смерти, работает с понедельника по субботу с одним выходным днем – воскресенье. В праздничные дни он будет работать, как и все остальные, с одним выходным днем – 4 ноября. Кроме того, сотрудники ЗАГСа сообщили, когда будущие молодожены смогут начинать подавать заявление на роспись на 2016 год. 10 ноября во всех органах ЗАГСа области начинается предварительная запись на торжественную регистрацию браков на весь 2016 год. Мы приглашаем всех родителей зарегистрировать своих новорожденных детей 27 ноября в преддверии Дня матери во все ЗАГСы Рязанской области. Так что, молодые рязанцы, если в ближайшее время вы планируете официально зарегистрировать свои отношения, смело отправляйтесь в ЗАГС, что недалеко от переулка Счастье, близ площади Согласия. Что такое лукоморье? Где находится тьма Теракань? И другие вопросы содержит проверочный тест, который провели для журналистов организаторы первого Всероссийского географического диктанта, который пройдет в России по инициативе Русского географического общества 1 ноября. В Рязани все желающие проверить свои знания смогут на площадке Рязанского государственного университета в воскресенье в 12 часов. Регистрация участников стартует в 11 утра. Все желающие, жители города Рязани или области, или других регионов, случайно оказавшихся в городе 1 ноября, смогут принять участие во Всероссийском географическом диктанте. Эта акция будет проводиться по всей стране в одно и то же время, в 12 часов дня. Регистрация начнется в 11. Все желающие смогут прийти, двери университета будут открыты. Желающие смогут ответить на 25 вопросов. Вопросы будут высвечиваться на экране с картинками. Их будут читать известные и уважаемые в городе и области люди. И таким образом, после того, как данные будут обработаны уже в Русском географическом обществе в Москве, страна сможет узнать, насколько высок уровень географических знаний о России среди жителей Российской Федерации. Рязанская госавтоинспекция подвела итоги конкурса творческих работ рязанских школьников «Пешеход-пассажир-водитель». Этой осенью в школах областного центра ребята рисовали, придумывали ребусы, шарады, кроссворды, писали сочинения и стихи на тему безопасности дорожного движения. На городской конкурс своей работы представили более 180 учащихся. На подведение итогов творческого конкурса «Пешеход-пассажир-водитель» в детский развлекательный центр «Маленький принц» были приглашены около 50 рязанских школьников и их родители. Бесспорно, самая яркая номинация – художественно-изобразительное творчество. В этом году тема, предложенная организаторами конкурса, звучала так – «Не играя с водителем в прятки». В своих работах ребята убеждали людей использовать световозвращающие элементы на одежде. Уже 16-й год подряд сотрудники госавтоинспекции совместно с управлением образования и молодежной политики города Рязани проводят конкурс детских творческих работ, который называется «Пешеход-пассажир-водитель». В первую очередь, конечно же, конкурс призван обратить внимание еще раз на безопасность дорожного движения. Дети в творческой форме, рисуя рисунки, фотографируя и готовя фотоработы, изготавливая ребусы, еще раз вспоминают о необходимости соблюдения всех требований правил дорожного движения. Очень активными показали себе ребята в конкурсе «Ребусы» и «Шарады-кроссворды». Кроме того, на выставке можно было увидеть работы юных фотографов. В номинации «Дети говорят» необходимо было написать письмо обращения к своим родителям, чтобы те не нарушали правила дорожного движения и указать причину. Почему? С большим вниманием ребята посмотрели на выступления юных юидовцев из школы номер 57. Ну а развлекательный центр предоставил всем победителям возможность воспользоваться автоплощадкой, чтобы те могли весело и познавательно провести время. «Эврика» – легендарное воскресание Архимеды по случаю открытием гидростатического закона. Слово пережило тысячелетие и закрепило современные речи для выражения радости в случае разрешения трудной задачи. А в Рязани открылся музей «Эвриком». Название говорит само за себя. И хотя организаторы позиционируют экспозицию интересной прежде всего детям, здесь взрослые также могут найти для себя много неизведанного. 24 октября открыл своя дверь для рязанцев музей «Эвриком». Здесь можно совершить экскурсию в удивительный мир занимательной науки и принять непосредственно участие в опытах и экспериментах. Как вы знаете, все в нашей жизни состоит из волн. Например, механические волны, электромагнитные волны и магнитные волны. В данном случае мы видим механическую волну. Как только все эти шарики приходят в движение, мы видим то, что они задают определенную волну, которая похожа на змейку. Большинство интерактивных экспонатов музея увлекательно рассказывают о механике, электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и многое другое. Очень хотелось бы, чтобы наши дети перестали постоянно сидеть в интернете, общаться с планшетами, нужно общаться с живыми людьми, встречаться в музее, чтобы все это видеть воочию, все это самим объяснить, наконец-то стать умными. От экспоната к экспонату убеждаешься, что наука – это интересно. В отличие от традиционных музеев, где можно только смотреть, здесь можно и нужно все трогать, крутить, запускать, нажимать и экспериментировать. Каждый экспонат необычного музея представляет собой какой-нибудь прибор, демонстрирующий тот или иной закон физики, химии и биологии. Я узнала еще, что если сесть на гвозди, на много гвозди, то тебе не будет больно. Очень хорошо, все познавательно, нам все хорошо объяснили и показали много нового. Музей достаточно хороший, все новое, прекрасная обстановка, замечательные экспонаты для развития деток. Столько удивлений, восхищений. Я очень рада, что рядом с моим домом есть такой замечательный музей, где я могу привезти ребенка и воочию она увидит все физические опыты на прекрасных экспонатах. У меня в детстве этого не было. В нашей школе физика была примитивна. Мы не могли ни пощупать, ни посмотреть. Поэтому, возможно, я ее так плохо знаю. Но мой ребенок будет знать лучше. После увлекательных путешествий в мир науки необходимо восстановить потраченные силы. Поэтому музей предлагает посетить пиццериум, а также приобрести научную литературу себе или развивающие игры в подарок в магазине, который также располагается здесь. На этом у меня все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных! Это она! Опять она! Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамаг» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамаг» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok